Центрального банка Англии. Эта неделя достаточно бедна на важные новости. Единственное, что хочу ответить, что в пятницу после завтра будут опубликованы данные, связанные с товарами длительного использования. Ждут лучше, чем был. Но на этой неделе, то есть сегодня-завтра, события достаточно бедны на новости. Но можно отметить некоторые из них все-таки. Это, скажем, розничные продажи из Великобритании. Четверг рынок может использовать их для того, чтобы, скажем, попробовать выйти из диапазона, который сформировался в течение последнего месяца. Ну и еще интересно здесь, извините, данные из Германии. Это индикатор оценки состояния экономики от IFO. Ну, собственно, все, что я хотел сказать по поводу экономических показателей. Теперь непосредственно перейдем к графикам. Задавайте вопросы в чате. Буду с удовольствием на них отвечать. Хочу добавить некоторый момент, что сегодня большинство основных валютных пар двигаются в широком диапазоне. Это хорошо особенно видно по вот этому евро-доллару. Скорее всего, участники финансовых рынков пытаются дождаться заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе. И также будут опубликованы индикаторы по валу внутреннего продукта. То есть, следующая неделя будет очень важна в плане заседания ФРС и публикации ВВП США. Сегодня также в 2.50 на Москве была опубликована статистика по торговому балансу Японии. И, собственно говоря, никаких сюрпризов особых не было. Но единственное, что экспорт из Японии в марте вырос на 8,5% в годовом выражении, что показывает предпосылки для улучшения экономической ситуации в Японии во второй половине года. В общем-то, ожидания увеличиваются. Но это что касается японской иены с точки зрения фундаментальных данных. Ну а теперь перейдем непосредственно к главной валютной паре. Это евро. Текущая ситуация в долгосрочном периоде не изменилась. Цена находится в консолидации, которая уже длится порядка, скажем, 2,5 месяцев. В верхний диапазон опорная точка 10.50 до сих пор жива. Снизу также, в принципе, сформировалась опорная точка предыдущей. Лоу прошлой недели. Это уровень 1.0520. И цена находится в середине консолидации в рамках нисходящей, ускоряющей тенденции вниз. Посмотрим, как закроется эта неделя. То есть рынок, по всей видимости, будет пытаться выйти из этого нисходящего канала наверх. Но посмотрим. Пока что тенденция говорит о том, что тенденция вниз сохраняется. С точки зрения дневного графика явно идет замедление тенденции вниз. Цена вышла из ускоряющегося падения вниз. В другой канал под менее нисходящим углом. И цена, не достигнув нижнего края этого канала, опять вернулась к верхнему краю канала. Пытаясь, по всей видимости, сегодня она будет попыткой этот канал пробить. Если это произойдет, то, по всей видимости, цена уйдет в глубокую консолидацию, без резких движений как вверх, так и вниз. И, по всей видимости, рынок будет ждать заседания ФРС, которые состоятся на следующей неделе, выход данных по ВВП. Текущая ситуация, стратегия такова. Был рост, потом последние два дня был коррекционный откат вниз в рамках вот этой восходящей тенденции. И сегодня сейчас образовался паттерн, который здесь был пробит предыдущий уровень, в данном случае. Но я предвосхитил это движение. И у меня сейчас в рынке один трейд по евро-доллару. Я купил по цене 0.7553. Стоп уже в безубытке. Сначала стоп я выставил за предыдущую впадину. В дальнейшем событии жду продолжения тенденции вверх, пока что краткосрочно, с целью достижения верхнего края вот этого канала. Если цена с этих уровней не достигнет этого края, и где-то здесь, скажем, уйдет какую-то некую консолидацию, не достигнув предыдущего канала, то есть высоты верхнего края канала, то, по всей видимости, буду искать возможность для активных продаж евро-доллара. В краткосрочном периоде пока что тенденция на ее сохраняется. И на 5-минутном графике, в принципе, можно искать, 5-минутный график открываем, в принципе, можно пытаться искать подобного рода паттерны, которые были здесь, которым, собственно, я и воспользовался в этот момент. Вот здесь коррекционный откат с ростом дальше-низ. Приблизительно такое же движение вниз, в принципе, можно попытаться подождать, потому что даже краткосрочно здесь отображена ускоряющаяся тенденция наверх и дальнейшее движение наверх. То есть, может быть, искать нужно волну АВС, либо формирование двойной впадины на низах с последующим движением наверх. Это что касается евро-доллара. Новозеландский доллар просит Роман. Хорошо, давайте рассмотрим Новозеландский доллар. Специально я его не рассматриваю, но по сути своей часто просит. По всей видимости, я займусь все-таки Новозеландским долларом, потому что настроение очень сильное. В плане интереса у народа есть. Давайте попробуем, проанализируем. Ну, значит, по поводу Новозеландца. Явно, что идет вот эта вот тенденция вниз, пока сохраняется. Она будет сохраняться до тех пор, пока не будет пробита опорная точка. Вот в рамках вот этой нисходящей тенденции. Но в текущем моменте идет коррекционный рост. И причем здесь имеет фактор ускорения этого коррекционного роста. По каким признакам я это сужу? Для этого мы открываем 4-дневной график и строим элементарные линии поддержки сопротивления. И мы видим, что угол наклона меняется, причем меняется он в сторону ускорения тенденции. Можно уже строить эту линию поддержку, так как тенденция пробила предыдущую вершину. Соответственно, движение это наверх обусловлено целью верхнего края, образовавшегося от этого канала. То есть в текущем моменте, в связи с тем, что предыдущая вершина оказалась пробита, целью этого движения будет краткосрочно в район 0,789. Соответственно, строим торговую стратегию. С целью достижения этого уровня на более коротких таймфреймах. Но не забываем о предыдущей вершине. То есть вот эта вершина на уровне 0,80. То есть при подходе к ним, по всей видимости, рынок будет принимать решение. Возможно, отсюда начнется дальше продолжение тенденции вниз. Но как о срочном периоде, в связи с тем, что рынок подтвердил настроение наверх пробитием предыдущей вершины, причем в рамках ускоряющей тенденции, ищем возможность покупать новозеландца на коротких таймфреймах. То есть открываем, скажем, часовой или пятиминутный график и просто полностью используем ситуацию с образованием и пробитием каких-то паттернов. Ну, в данном случае опорная точка здесь была. Вот она. До этого опорная точка была здесь, но в рамках нисходящей тенденции. Сейчас, в принципе, можно искать возможность покупать небольшим объемом. Цена, к сожалению, уже ушла, но все-таки можно, я считаю, попытаться купить с коротким стопом ниже предыдущей впадины. Так как уровень был пробит, но 77.12. И, по всей видимости, здесь готовится рост, дальнейший рост в сторону купления новозеландца с точки зрения достижения уровня 0.78.98. То есть туда. Если цена выйдет выше предыдущей вершины, я этот стоп передвину без убыток. Это что касается новозеландца. Далее. Британский фунт. По британскому фунту здесь он дал раньше сигнал на покупку в краткосрочном периоде. Хотя в долгосрочном периоде пока что тенденция вниз сохраняется. Признаков разворота тенденции наверх здесь пока что нет. Но рынок пытается, скажем так, приблизиться к верхнему краю канала. Посмотрим, что из этого выйдет. И опять произошла попытка пробития уровня 1.50. Посмотрим, как рынок закрепится выше этого уровня. Краткосрочно формируется модель, которая называется разворотная, обратная модель расширяющейся формации. Торговать в этих условиях достаточно сложно в долгосрочном периоде, потому что здесь формируются сигналы как на разворот, так и вниз. Поэтому предпочтительнее торговать на коротких периодах. Собственно говоря, этим я и воспользовался. Был рост, коррекционный откат, выход из этого нисходящего коррекционного отката вверх. И пробитие опорной точки, каковая здесь была на уровне 1.4971. Здесь я воспользовался этой ситуацией, открыл позицию на покупку. Цели здесь у меня пока что я еще не определил. Но по всей видимости это верхний край канала, который сформировался вот этой восходящей линией сопротивления. Стоп передвину без убыток. Цели здесь небольшие, поэтому, собственно говоря, если вы сейчас собираетесь торговать, то в принципе надо ждать коррекционный откат вниз с формированием каких-либо разворотных моделей. Ну подобного рода, скажем. И с целью дальнейшего роста наверх. То есть сейчас наверх в импульсе торговать нельзя. Ждать коррекционный откат на 5 минут и вставать наверх. Это, что, собственно говоря, происходит с британским фунтом. Далее, переходим к российскому рублю. Российский рубль, по всей видимости, здесь формирует разворотный паттерн, восходящая звезда или молот с поглощением, если неделя закроется подобным образом. Это будет достаточно серьезный сигнал на рост доллара против российского рубля. Целью его будет достижение уровня 61.60. Это на недельном графике. В краткосрочном периоде на часовом графике, несмотря на то, что здесь может быть формируется уже сигнал на разворот тенденции, канал все-таки нисходящий и сигналов на разворот пока что здесь еще нет. Появился некий намек на пробитие попытки развернуть эту тенденцию наверх, пробитие опорной точки на уровне 53.098. Надо ждать подтверждения этого сигнала. Возможно, будет попытка продолжить тенденцию вниз. Приблизительно вот такая разметка. Если цена при этом движении не пробьет предыдущую впадину, то где-то здесь на подъеме можно искать возможность покупать доллар против российского рубля. А так, целью этого движения является та разметка, которую я давал. Это уровень 41.50-42. Но, повторяю, здесь уже появились признаки того, что тенденция вниз замедляется пока. Разворот еще нет, но, возможно, либо цена сейчас будет пытаться уйти в боковую консолидацию, либо какая-либо новость, которая вызовет достаточно мощное движение с этих уровней дальше наверх. Сложно сказать, какого характера новость, но будем ждать. Далее. Да, хочется сказать по поводу нефти. По поводу нефти изменилась некая геополитическая ситуация. Это связано с тем, что данный откат, который мы видим последние 2-3 дня, это связано с тем, что Саудовская Арая пока что поддержала предложение о том, чтобы на некоторое время прекратить бомбежку Йемена. И наземная операция пока что еще не началась. Соответственно, на рынок появился шанс того, что вот этот конфликт, который там развязался, может уйти некое такое, может быть, нестабильное, но пока что затише. Соответственно, началось коррекционное движение нефти. Но, честно говоря, я мало верю в то, что это продолжится достаточно долго. Соответственно, цель по нефти у меня достаточно благородная. Тем более, что здесь формировался сигнал на разворот этой тенденции наверх. В рамках восходящей вот этого тренда будем следить за характером движения цены. Если с этих уровней цена опять придет на поддержку, тогда будем говорить о том, что тенденция наверх, может быть, еще пока отложилась, и цена уходит в боковую глухую консолидацию. Это что касается нефти. Далее. Переходим к австралийцу. У австралийского доллара тенденция вниз пока что сохраняется в долгосрочном периоде, хотя явно идет замедление падения вниз. И пробита вторая верная линия. То есть первая верная линия пробита, вторая верная. С подтверждением непробития предыдущей впадины. Соответственно, здесь, похоже, будет формироваться некая консолидация боковая. Да, с возможным прорывом наверх, как это было, скажем, здесь. Но все равно это будет движение наверх в рамках коррекционного движения при долгосрочной тенденции вниз. В рамках вот этой нисходящей тенденции. Вот этой тенденции вниз. То есть коррекционный рост, не исключая вот такого характера. Здесь надо не ждать рост зигзагообразного характера, как это было здесь, с целью дальнейшего движения вниз. Ну посмотрим. То есть сейчас пока что цена находится ниже ключевого уровня 0.79.40. И движение наверх пока что не рассматриваю. Но, как говорится, держу в уме этот уровень. Далее. На дневных графиках тенденция вниз все равно сохраняется. И замедление, конечно, я уже отметил. Но текущая ситуация говорит о том, что не исключая, до тех пор, пока цена находится ниже уровня 0.79.40, не исключая резкого обрыва вниз с резким ускорением падения в нижнем крае канала. В данном случае вот это коррекционное движение по тенденции. Оно характерно тем, что рынок вроде как консолидируется, но в то же время продолжает тенденцию нисходящую. Как правило, такие вещи обрываются ускоряющимся падением вниз, как это было вот здесь. То есть цена тоже вроде как сделала коррекцию, вроде как встала. Но в дальнейшем движение в них все-таки сохранилось. Вот в данном случае здесь моя разметка на часовых графиках сработала. Правда, я немножко со временем неправильно определился. Но тем не менее, те рекомендации, которые давал, в принципе, здесь они уже себя реализовали. Ну вот, был коррекционный откат, формирование опорной точки. Я, правда, ее чуть пониже ждал. Попытка продолжить эту нисходящую тенденцию вниз неудачная. И пробитие вот этого уровня опорной точки вызвало движение наверх. Кракосрочно тенденция наверх пока что сохраняется. И, в принципе, даже возможно некоторое его ускорение до верхнего уровня, ключевого уровня 79.40. Посмотрим, как будут развиваться дальше события. Но ждем подтверждения этого ускорения. В данном случае цена с этих уровней, по идее, для того, чтобы подтвердить рост, должна пробить предыдущую вершину. В рамках этого роста ищем возможность покупать с коррекционными откатами на 5-минутных графиках. Но предупреждаю сразу, цели при торговле 5-минутном графике, соответственно, тоже 5-минутные. В текущем моменте ждем А, Б, С. То есть вот сейчас где-то вот такого характера движения коррекционные. И трехволновочку, такую тройку, как это было здесь, как это было здесь. Соответственно, при откате вниз где-то здесь можно попытаться купить с коротким стопом ниже предыдущих впадин. Но цели здесь будут небольшие. Поэтому будьте крайне осторожны и не торгуйте без стоп-лоссов. Тут вопрос пришел, что такое опорная точка. Опорная точка это точка разворота тенденции. То есть тенденция характеризуется тем, что в данном случае вот здесь возьмем даже вот эту краткосрочную тенденцию. Тенденция характеризуется тем, что каждая последующая вершина выше предыдущих вершин. И при этом впадина также выше предыдущих вершин. А, впадин. Пока тенденция сохраняется, соответственно, ищем возможность покупать. Но вопрос, где вставать наверх вот в этой восходящей тенденции. Естественно, надо искать возможность открыть позицию наверх, когда формируется некий коррекционный откат. То есть против тенденции. Вот импульсное движение наверх, коррекционный откат вниз. То есть импульсное движение наверх, коррекционный откат вниз. Так вот, здесь сигналом для входа в рынок будет являться как раз, когда нужно покупать, когда мы можем предположить, что коррекция закончилась. Вот эта коррекция закончилась или эта. В данном случае как раз тогда, когда пробивается опорная точка. Здесь опорной точкой, вот в троечке, да, первая, вторая, третья волна. Опорной точкой будет являться вот эта вершина. То есть когда идет слом нисходящей тенденции. И эта тенденция прекращает свое существование в рамках восходящей тенденции. То есть покупать нужно тогда, когда пробивается опорная точка. Но есть такие опорные точки внутри вот этой нисходящей тенденции. Каждая предыдущая вершина. В данном случае для вот этой коррекционного отката опорной точкой была вот этот уровень, то есть падение, подъем, падение, то есть А, Б, С. И опорной точкой будет являться вот этот уровень. Пробитие он будет означать попытка продолжения тенденции наверх. Покупаем здесь, ставим стоп ниже этого уровня. Здесь опорная точка была в виде формирования некой такой двойной впадины. Опорная точка была пробитие вот этого уровня. Соответственно здесь покупаем, здесь ставим стоп лосс. В текущем моменте опорная точка будет являться, пока что она не сформирована. сформировано. Надо дождаться, когда эта опорная точка сформируется. Ну, приблизительно, скажем, такого характера. Вот. В данном случае здесь надо ждать трехволновую коррекционное движение с формированием опорной точки, каковой будет данная точка здесь, вот эта вершина. Прибитие ОН и будет означать здесь покупка с постановкой стопа ниже предыдущей впадины. Надеюсь, что я ответил вам на этот вопрос. То есть, цена находится в импульсе. В импульсе торговать нельзя. Предпочтительнее торговать, когда формируется коррекционный откат. Но в данном случае, если цена далеко вниз не уйдет с этих уровней, здесь, ниже этих уровней, а попытается пробить вот эту вершинку небольшую, в принципе, можно попытаться здесь купить с постановкой стопа ниже предыдущей впадины. Но в связи с тем, что график пятиминутный, для пятиминутного графика, как правило, одна из главных проблем является спред, который вы сейчас здесь видите. Он достаточно большой и торговать с таким спредом вот в этом узком канале я бы вам не рекомендовал. Но для тех, кто для экстремалов можно попробовать, то есть можно экстремалам попробовать открыть позицию в покупку, при пробитии вот этой вершины, если цена с этих уровней, не пробив предыдущий впадин, пойдет наверх. Вот, собственно, в данном случае данная точка будет опорной. Это что касается австралийца. Японская иена. Да, кстати, новозеландец у меня вышел уже в плюс, но будем ждать дальнейших событий. Японская иена. Японская иена показывает чудеса неопределенности. Рынок законсолидировался в расширяющейся формате на недельном графике. Крайне сложно принимать решение о входе в рынок здесь, но тенденция наверх, повторяюсь, сохраняется, несмотря на вот эту боковую тенденцию. И опорной точкой здесь будет являться уровень 118.20. Если ее пробивает, японская иена этот уровень пробивает, то здесь, в принципе, можно искать возможность продавать с целью попытки поймать разворот тенденции вниз, как это продемонстрировал доллар-канадец. Либо если цена с этих уровней, не пробив предыдущую впадину, пойдет наверх и пробьет вот эту вершину, которую я обозначил уровень 128.4, то для покупки этот уровень будет являться также опорной точкой. Здесь ищем возможность покупать с постановкой стопа ниже предыдущей впадины. Самое главное здесь необходимо учитывать, чтобы тенденция себя не выродила в этот момент. Доллар-канадец. Давайте разберем доллар-канадец. Значит, тенденция вниз сохраняется. Вот здесь как раз и произошло пробитие опорной точки, точки разворотной. То есть, если до этого момента, когда цена находилась над ней, тенденция наверх сохранялась, как это все время я утверждал, то в текущем моменте вот этот вот пробой уровня 23.40 показала разворот тенденции вниз. Эта неделя открылась с характерным гэпом, то есть, по всей видимости, настроение не сохраняется. Ищем возможность продавать канадца. Лучше всего это использовать короткие таймфреймы. В данном случае нисходящая тенденция была под таким углом. Сейчас она ускорилась. Рынок даже не смог близко подойти к уму 23.57. Ищем возможность открывать позицию вниз. Но, к сожалению, на дневном графике здесь пока что нет вот этих самых пресловутых опорных точек. Соответственно, ищем такие уровни на коротких таймфреймах. Ну, вот в данном случае здесь, посмотрите. Вот как раз вот цена шла все время наверх, вот здесь коррекционно. Все время формируя новые вершины с непробитием предыдущих впадин. Вот здесь сейчас цена как раз вот и пробивает вот эту самую опорную точку. Попробую здесь что-либо сделать. Есть некий сигнал. Призываю вас не следовать моим как бы рекомендациям. Это лично мое мнение. Вот в данном случае вот как бы открытие позиции вниз обязательно постановка стопа. К сожалению, стоп здесь достаточно великоватый. По всей видимости, мы можем дождаться еще один подъем при непробое. То есть желательно здесь сценарий такой. Но почему я открываю позицию вниз? Потому что к этому графику вернусь только завтра. Так вот, лучше всего дождаться какого-то коррекционного отката непробития предыдущей вершины. То есть здесь произошел прокол предыдущей впадины после пробития предыдущей вершины. соответственно возможно будет еще один наезд наверх. При непробое предыдущей вершины с формированием разворотной модели приблизительно такого характера ищем возможность продавать доллар против канадца. Сигналом для продажи будет пробитие здесь вот этого уровня разворотного паттерна вниз. Но в текущем моменте я все-таки продал доллар за Канаду. Но посмотрим, что из этого выйдет. не заметил, что вещание закончилось. Хотелось узнать сохраняется ли мое вещание. Видно меня, слышно? А, видно, слышно. Я немножко продлил свое вещание. Да, да. Значит, просто не успел обратить внимание для слушателей. То есть, не успел продлить. То есть, вот продолжим. Пятиминутный здесь вот сформировался. Вот оно, пробитие предыдущей точки опорной, как я ее называю. В данном случае предпочтительней, конечно, ждать коррекционного отката наверх. Я не знаю, слишком сильно ускоряющиеся движения вниз будет ли достаточно сильный откат наверх. в данном случае на пятиминутки рекомендую следующую стратегию. То есть, дождаться, сейчас она находится в импульсе вниз. Надо дождаться некого такого роста, я не знаю, либо до вот этой вершины, либо до этой вершины ждать подъем. потом формирование некого опорной точки. В данном случае это будет вот это. Как это было здесь, вот эта опорная точка, пробитие которой означало продолжение тенденции вниз. Также это было здесь, формирование опорной точки, то есть, коррекционный откат и попытка продолжить тенденцию. Вот она, эта опорная точка. Все время ждем именно подтверждения разворота, окончания коррекции и пробития вот этих опорных точек. Вот они, вот здесь, вот здесь эти опорные точки. Приблизительно то же самое ждем и здесь. Вот сейчас идет коррекционный откат, ждем, когда он закончится. Где он закончится, предположить очень сложно, но когда он закончится, законсолидируется и попытается сформировать заходную волну, там мы встречаем, открываем позицию вниз. Вот приблизительно такова стратегия. Ну, на этом, собственно говоря, я завершаю свой сегодняшний семинар. Встречаемся сегодня в 3 часа и завтра в 12 часов продолжим свои комментарии по финансовым рынкам. Желаю всем удачи, берегите себя, свои деньги, не работайте без стоп-лоссов. С вами был Газизов Марат, Аль-Пари, Санкт-Петербург. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok